Библейский портал экзегет.ру представляет Храни всех вас Божие, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассматривать соборные послания апостола Иакова. Сегодня читаем третью главу. И хочется напомнить, что на самом деле послание апостола Иакова, оно очень простое по содержанию. В нем нет каких-то сложных таких вот философских рассуждений, которые нуждаются в трудных таких вот истолкованиях. Здесь не найдешь какого-то аллегорического иносказательного подтекста. Поэтому зачастую можно просто садиться, читать послание апостола Иакова и черпать ту пользу, которая наглядно тебе предлагается. Итак, братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Вот, оказывается, не нужно торопиться кого-то учить, наставлять. Вот обычно мы на этом все очень притыкаемся, и когда возникает какая-то ситуация, мы тут же спешим высказывать свое мнение, кого-то поучать, кому-то свое мнение доказывать. Вот, но это все руководствуется нашими страстями, нашим самолюбием, нашей сварливостью, завистью, то есть не мудростью какой-то духовной, а вот нам хочется свое слово вставить. Мы хотим выступить как учителя, и Иаков, святой Иаков нас предостерегает, говорит, вот не спешите становиться учителями, потому что так мы подвергнемся еще большему осуждению. Если ты учишь другого, то ты претендуешь на то, что ты вот точно знаешь, как поступать. А так ли это? Настолько ли ты рассудителен в своей жизни? Вот, как знаете, в Потериках там как-то вот кто-то спрашивает, почему сейчас нет старцев? И на это дается ответ, потому что нет послушников. Вот старцы появляются только тогда, когда есть послушание. И великие учителя появляются только тогда, когда есть великое ученичество. А ученичество, оно предполагает, что ты не спешишь кого-то назидать, наставлять, кому-то что-то вот свое непременно вот так вот втиснуть, а ты учишься сам. Ты стараешься воспринять что-то полезное для себя у других, и не спешишь везде вставлять свое слово. И вот Иаков, он говорит как раз именно о слове человеческом. Он говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, наверное, эта фраза может кому-то показаться слишком такой громкой. Ну как это так? Ведь совершенство, оно же бесконечно, да? Спаситель говорил, будьте совершенны, как совершен Господь Бог ваш. И вот что же, тот, кто не согрешает в слове, вот он уже и есть человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А на самом деле так и есть. И вот попробуйте понаблюдать за собой, ну хотя бы вот в течение дня. И посмотрите, как тяжело не согрешить в слове. Даже если мы не произнесли какого-то вот вслух слова, но мысленно мы произнесли, кого-то осудили, кого-то уничижили, над кем-то посмеялись. И действительно, вот совершенства невозможно достичь, пока ты не положишь вот самую первую победу, победу над своими словами. И тот, кто научился воздерживаться в слове, тот научится и во всем остальном воздерживаться. Вот мы говорим, допустим, там пост, воздержание. А как обуздать все тело свое? Вот Яков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть и остальные твои страсти, они тоже отступят, если ты научишься воздерживаться в слове. Не случайно даже, вот говоря так, что человек впадает в блуд, когда? Когда он погрешает осуждением. Осуждение выражается через слово. Вот ты кого-то уничижил, ну даже, допустим, какого-то другого блудника, да, и потом непременно Господь тебе попускает впасть в то же самое, потому что, оказывается, ты самим собой не владеешь. А хочешь обуздать свое тело? Научись обуздывать свое слово. И апостол Иаков очень красочно, образно излагает эту истину. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Ну действительно, вот здесь как-то вкладывается, так сказать, в уста лошади, то можно управлять этой лошадью куда угодно. Она там направо потянула, она направо, налево, налево. Она на себя потянула, она встала на месте, вот так и далее, да, то есть конем можно управлять через уздечку, которая вложена в уста коня. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. То есть человек может управлять огромным кораблем посредством руля. И даже космическим кораблем может теперь человек управлять, бороздить просторы Вселенной, управлять через какие-то небольшие там пульты. И у человека, оказывается, тоже вот есть такой пульт, так и язык небольшой член, но много делает. Правда, Яков здесь подчеркивает, конечно, такую вот отрицательную составляющую. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Вот упомянут огонь, ну, представьте, допустим, стог сена, да, огромный, так вот плотненько уложенный, и достаточно маленькому язычку пламени прикоснуться к этому стогу, как от него ничего не останется. И вот то же самое в мире людей, когда язык наш тоже как вот этот язычок пламени. И часто что мы наблюдаем, это, кстати, в средствах массовой информации, везде это постоянно встречается, и люди все равно вот сколько тысяч лет не могут усвоить это, что вот начинается какая-то перепалка, да, один другому сказал там вот ты то, а этот загорелся сам, ему в ответ сказал. И начинается прежде всего словесная перепалка, а потом кто-то выходит из себя, ударяет того, а он умирает. И это постоянно встречаемся, да, когда один родитель школьника убивает другого родителя школьника, когда один спортсмен, не выдержав, ударил другого, но не рассчитал силу своего удара, и тот умирает, а в итоге мучаются сами убийцы. И они сами переживают и видят, что оказывается все начиналось с каких-то слов, вот как язычок вот этот пламени, который прикоснулся к стогу сена, и все попалил. То есть на самом деле действительно, когда наш язык, вот человек это существо словесное, да, то есть не просто животное, которое инстинктами, а есть словесная сила, сила внутреннего нашего разума, разумения, и она выражается через слово, через наш язык. Но если у человека внутри душа испорчена, то его словесная сила, она тоже начинает выражать себя самым жутким образом. То есть грех, вторгшийся внутрь, он извергается наружу через самые страшные слова, через просто жуткие какие-то вот фразы. И Иаков говорит, что язык, он даже вот может осквернить все тело, будучи сам, воспаляем от гиены. То есть все дьявольское – это от гиены, и влечет в гиену. И представьте, когда человек, допустим, вот сквернословит, ну вот эти вот матершинные слова, которые произносят, у него, у такого человека в итоге, оказывается, все осквернено, потому что через свою речь он как бы материализует вот эти вот злые скверные мысли, идеи. Он все это произносит, а язык ведь и член тела, и поэтому его не только душа, но и тело становится оскверняемым этими злыми словами. И тяжело на самом деле рядом находиться с тем, кто постоянно сквернословит, кто постоянно произносит какие-то, ну, самые непотребные вещи. То есть у него, его испорченный вот этот вот дух, он и тело его оскверняет. И такой человек, он весь, оказывается, в руках дьявола. Пишет дальше Иаков, «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся, и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». То есть тут тоже такое как бы сравнение идет, что люди научились приручать кого угодно. Можно, допустим, приручить медведя, научить его ездить на велосипеде, можно даже змею, сказано, присмыкающихся. Вот есть там какие-нибудь факиры, которые играют на дудочке, и змея там поднимает голову, прислушиваясь к этому факиру. Всех приручил человек, а язык укротить никто из людей не может. Вот он, этот факир, приручил эту змею, а своим собственным языком не владеет. Или эти дрессировщики, медведи у них ездят на велосипедах, а сами они своим языком такое могут нести, что ой-ой-ой. И это относится, конечно, ко всем людям. Мы все очень сильно этим погрешаем. Язык укротить никто из людей не может. То есть, вот она исконная наша проблема. Хочешь действительно достичь какого-то духовного совершенства, укроти свой язык. Не можешь укротить язык, попадешь в ад. Это неудержимое зло. Так пишет апостол Иаков. Он исполнен смертоносного яда. Действительно, вот мы и говорим, что яд языка может оказаться смертоносен, потому что зачастую это приводит к настоящим убийствам. А иногда бывает и так, что, допустим, человек унывает, а ты ему еще что-то вот скажешь без любви, с ненавистью, и ты его буквально убьешь своим словом. То есть, можно убить даже словом другого человека, когда ты говоришь с равнодушием, с жестокостью, когда ты от него отворачиваешься. И словом можно довести человека до самоубийства. И Иаков еще вот на что указывает? В чем здесь вот эта жуткая такая вот вещь? Им, то есть языком, благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. То есть, ну действительно, вот мы христиане, и надо трезво, конечно, тоже увидеть свою немощь и посмотреть, что бывают такие ситуации, когда мы от самого сердца искренне молимся с таким благоговейным, священным страхом Божиим, обращаемся ко Господу, произносим слова, а потом вот наступает такой момент, когда мы теряем самообладание и тем же самым своим языком произносим какие-то злые, просто неприятные вещи. И вот это очень удивительно. Ну вы представьте, ведь человек вообще, вот христианин, да и любой человек, он же признан быть небожителем, то есть на небесах вместе с ангелами прославлять Бога. И вот представьте, что этот же человек теми же самыми устами произносит какие-то матершинные слова, то есть дьявольские на самом деле вещи происходят. И разве это допустимо? Вот если в какое-то прекрасное блюдо с едой полезной, вкусной, приятной, или какой-то вот торт красиво приготовленный, и туда вот немножечко яда добавили, да, понимаете, что вся эта пища, она становится отравленной. Вот то же самое скверные, злые, греховные слова в нашей повседневной речи. Это яд, который мы добавляем в нашу речь. Иаков говорит, «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Вот если к сладкому добавить горькое, то сладкое становится горьким. «Не может, братья мои, смоковница приносить масляны или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». В общем, когда мы добавляем немножечко яда к своим словам, то вся наша речь отравляется, и вот в христианстве все наше рушится. В общем-то, то, что говорит Иаков и насчет того, что очень трудно нам овладеть своей речью, зачастую вот я даже так добавлю, что сквернословие – это разновидность беснования. И бывает так, что очень многие матершинники, они настолько вот привыкли к этим словам скверным, что когда пытаются, ну, в каких-то вот обстоятельствах, допустим, пришли они к какому-то человеку, высокопоставленному, пытаются изложить свою просьбу, им трудно говорить обычной человеческой речью. Они настолько привыкли материться, что им тяжело совладать с собою, и у них эти скверные слова сами вот как бы и висят на языке, и напрашиваются. Им трудно совладать, то есть это как вот вид такой вот одержимости, что они уже одержимы вот этим бесом сквернословия, и он влечет их непременно произнести что-то грязное и нечистое. Но с этим можно, конечно же, побороться, и апостол Иаков пытается нас к этому призвать. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью». Вот находишься ты в каких-то обстоятельствах, что кто-то там ругается или повышает на тебя голос, а ты прояви мудрую кротость. Помолчи. И прояви доброе поведение. То есть лучше ты молись, молись своими устами, молись про себя, и тогда всякое сквернословие будет отступать в сторону. Иногда вот для того, чтобы добиться духовного какого-то вот успеха, чтобы сделать какой-то духовный шаг, нужно всего лишь промолчать. Вот всего лишь закрой рот и помолчи каких-то несколько минут. А чтобы легче это было совершить, прочитай про себя молитву Иисусова и говори «Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или «мя грешную». И тогда вот эти вот скверные слова, злые слова, раздражение, вспыльчивость будут отступать. Но если, предостерегает нас апостол Лаков, в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. То есть если у вас действительно внутри и зависть, и сварливость, то вот это и есть источник всех бед, и наших словесных бед, и, собственно говоря, хвалиться тут нечем, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, это ведь дьявольские черты, бесовские, зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, вот, братья и сестры, послушаем, в чем же заключается подлинная мудрость? А мудрость, она заключается в мудром поведении, в мудром устроении души человеческой. И вот мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть, не отвечают словом на слово, не бросаются злобой в ответ на злобу, а все-таки старайся хранить мир. Чтобы сохранить мир, нужна чистота, а чистоты не достичь без очищения. Вот очищение достигается покаянной молитвой, постоянным таким вот покаянным молитвенным обращением ко Господу, что если где-то мы погрешили, тот же произносить, Боже, очисти меня грешного, Боже, прости меня грешного. И это и есть путь к подлинной мудрости, которая чиста, которая мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. Вот дай Господь всем нам достичь этой мудрости, и ключом к этой мудрости является хранение своего слова. А чтобы слово было чистым, нужно почаще внутри обращаться к Господу с молитвой, потому что молитва – это и есть источник чистого слова. Храни всех Господь, дорогие братья и сестры!